И говорит о том, что у этой девушки нервы железные. Здорово, как близко. Она даже не то, чтобы не боится, она использует это в своих вторых сетах, конечно. Третий аж и здесь, в финале Умблдона. Как все разыграло и какое... Обратный кросс вправо. Но тут же исправляется в блестящем. Эти девушки могли не сойтись, может быть, на почве с Мединой Горегис. Она добилась в шестнадцатом году, они были с Торбином Белцем. И в начале этого года Керберов поняла, что нужно что-то менять. И теперь она... Конечно, у нее с этим есть проблемы. Вот если вот так сможет она... Может. Может пройти очень далеко. Ловит такой кураж. 2-1. 1-2. Анжелик Кербер подает. Но стенку Тань навсегда ставила. Всегда, да, абсолютно. И когда... Но я-то тоже, поэтому... Очень трудолюбивая спортсменка. Всегда восхищает из какого... Не уверен. Ну, кстати, просто присутствует в боксе. Это обидно, да. На самом деле, конечно, это интересный момент сделали. Организатов триллер WTA и здорово. Затем вывести с корта и вплоть до потери аккредитации. Очень непонятное правило, на самом деле. Но это чтобы не мешать коллегам работать. Кто-то уже каждый мяч записывал. Булдон встретится. Сыграть немка. Здорово, низко над сеткой приняла Алена. Действует по своим правилам. Либо попадает в корт, либо нет. Наказала, наказала. Наказала, наказала. При этом уже имела один брейк-поинт. Остапенко, один. Стоп! Угадывала сейчас Кербер, что всякий раз будет под форхант играть. Как раз не хватает ее соперниц сегодня. Сейчас этот гейм, она должна... Продолжает ждать ошибок. Кербер просто не использует... Кербер просто не использует... И здесь классный... И вот он первый сетбол. И вновь зарабатывают. Рисковала сейчас вторым мячом остатки. Да, и все-таки двойная ошибка и стартовая партия. Вот такие они, фанаты на Умблдоне. А мы продолжаем следить за матчем Остапенко-Кербер. Немка на подаче. И Немка, собственно, продолжает отбиваться. Еще одно такое. И снова прием на центр. Правда, сейчас Алёна попадет или не попадет. В те дни, когда она попадает все, противопоставить ей что-то просто нереально. Особенно здесь, на тревьном покрытии. Ну, Алёна не попадает. И снова вот один. По-моему, первая укороченная в исполнении Кербер. То, что это Алёна Остапенко. И волнение. Давай, двумя. Ты думаешь, что все-таки она волнуется? Безусловно. Делает, если соперник отдает, то зачем что-то придумывать? Велосипед уже изобрели. Кербер, смотрите, 88% попадания пирамичом. Она просто вводит мяч в игру, не создавая даже какие-то сложные. Даже, наверное, не то, чтобы попробовать, а просто отпустить ситуацию. Как она это умеет делать и как она это не раз демонстрировала. И одна попала, остановилась. Да, наверное, на траве-то едва ли мяч к тебе придет. Хорошая подальность. Вот это бы сейчас ровно у Анжелика. Ей даже можно не переживать. Любит сама двигать соперников. Не перелетает мяч через трос. Гейма... Старте и петли. Старте и петли. Старте и петли. Эмоциональный всплеск. А Кербер не отказывается принимать такие подарки. И вот это пятый. И вот это пятый. Это просто такой откровенный навес. И вот уже ошибки. 4% мячей просто не возвращает. И гейма остается за Остапенко. Нашла она этот удар слева. И еще одна ошибка слева. Ну, был открыт этот угол, но Алена ошибает. Здесь, наверное, как раз-таки вопрос опыта сыграл ключевая теннисистка на сегодняшний день. Да, конечно, пока что в этом пункте. Она просто говорит свою голову. И, знаете, я думаю, что это связано с тем, что не иметь формальную обучение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok